Добрый день! Сегодня я бы хотела вам показать рецепты чечевичных тефтелек, либо беточки их можно назвать, либо котлетки. Но так как мы будем использовать сегодня мультиложку, то форму будем придавать круглую. Для приготовления тефтелек нам понадобится отварная чечевица, мы ее уже подготовили, сварили до готовности, и даже сейчас можем снять крышечку, чтобы она остывала. Также нам понадобится 1 морковь, свежий лук, 2-3 столовые ложки муки, масло для обжарки овощей. Итак, самое первое, что мы сейчас будем делать, мы будем пассеровать, измельчать и пассеровать овощи, но так, чтобы это было быстрее, и чтобы не контролировать этот процесс, избежать лишних запахов, мы будем это делать в микрококке, с помощью микроволновки, это займет у нас всего лишь 3 минуточки. Измельчать мы будем в экстра-шефе, потому что это удобно, это быстро, и на самом деле не надо думать, одинаково или ровно у нас кусочки овощей получились. Все, сейчас делаем подготовительные работы и встречаемся уже непосредственно за приготовлением рецепта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, масса основная у нас готова. Я сюда добавила специи, добавила паприку, паприка острая, общая приправа, соль, я варила чечевицу вместе с солью сразу, и перец. Приправы вы можете добавлять любые, которые вам нравятся, это может быть зира, может быть копченая паприка, она тоже, кстати, даст вкус. И дальше вы поступаете следующим образом. Если вы делаете котлеты и жарите их на сковородке, то вы добавляете муку. Я сюда тоже немножко добавлю муки, но, как вы видите, масса достаточно пластичная. Если жарить, она немножко может разойтись, но так как мы будем запекать, я не хочу пересушить данную массу, я добавлю муки совсем чуть-чуть, буквально для вязкости. На самом деле на 200 грамм чечевицы, одна морковка, одна луковица, где-то необходимо 2 столовые ложки муки. Ну, приправы, конечно же, на ваш вкус. И вот таким незамысловатым способом смешиваем тесто. Итак, тесто у нас готово, и мы можем приступать к приготовлению. Сейчас я расскажу о некоторых хитростях, которые нам необходимы для того, чтобы правильно работать с этой ложкой. Первое, что обязательно, когда мы вставляем ложку, мы не пытаемся, это как в детском саду, как пазл, у нас все должны соединиться, все части. Поэтому нажимаем и аккуратно вынимаем. Точно так же мы работаем со всеми остальными ложечками. И здесь один такой важный момент, у нас здесь есть бегуночек, как вы видите, и обратить внимание хочу ваше на то, что он всегда должен быть с правой стороны. Правая сторона, вот он должен находиться здесь. Почему? Все очень просто. Вот видите, опять хочется вставить. Обязательно посмотрели, чтобы у нас соединился. Когда мы нажимаем на рычажок, у нас бегуночек бегает по самой ложечке и отсоединяет. Это для удобства и для эстетичного вида нашего блюда. Потому что мы же хотим круглое, красивое изделие, поэтому нам помогает. Еще один момент, который поможет и облегчит работу с данной ложкой, это горячая вода. То есть перед тем, как мы используем, мы окунули ложку, прижали обязательно к бортику, обязательно к миске. И только тогда мы делаем тефтельки, или котлетки, или конфетки, любая масса. Здесь мы уже работаем быстро, просто и очень удобно. Для этого рецепта я выбрала среднюю ложку. Здесь 30 миллилитров. И начинаем готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я хочу вам еще показать один прием такой, с которым вы можете работать не только с данным чечевичным тесто и массом, но и картофельное пюре у нас тоже в данном случае хорошо подойдет. Мы берем большую, проверяем обязательно, чтобы лягунок был справа, мерную ложечку. Но точно так же делаем, если у нас по краям лишнее, мы убираем либо об край миски, либо силиконовой ложечкой. И мы точно так же делаем, мы можем все точно так же выложить одинаковые формочки. И взяв маленькую, мы делаем такую выемку. И тогда, вот здесь как раз таки вода может пригодить нам, и мы опускаем и делаем такое гнездо. И дальше в это гнездо мы можем положить сыр, мы можем положить перепелиное яйцо. Это уже все зависит от ваших вкусов, но тем не менее, это можно сделать как такой гарнир дополнительный, обыграть его, сделать такие интересные гнезда. Но сейчас мы ставим в духовку запекаться где-то при 180-200 градусов, в зависимости от вашей духовки. Чуть-чуть, потому что в принципе здесь масса готовая, нам надо просто привести их в красивый, аппетитный, румяный вид. Сейчас я готовила, как вы заметили, в крышке Ультра-Про. Объясню почему, мне нравится. Вообще я люблю серию Ультра-Про, потому что она удобная, многофункциональная, также подходит для сервировки непосредственно сразу на стол. Опять-таки же здесь у нас может готовиться дополнительное какое-то блюдо, соус какой-то. Сверху мы можем поставить уже наши тефтельки. Либо наоборот, мы туда в ту крышечку, потому что у нее есть тоже емкость, мы можем добавить соус и тушить там. И тогда сверху, когда у нас уже готово, просто накрыть крышечкой, чтобы блюдо не остывало, не обветривалось. Вы, конечно же, можете выбрать и силиконовый коврик, и такой небольшой подносик из силикона. Но главное правило, которое вы должны понимать, когда мы готовим силиконом, мы обязательно это кладем на решетку. Поскольку материал мягкий, и если вы понесете таким образом, все наши тефтельки окажутся на полу. Тоже можно использовать и силикон, он тоже хорошо запекается, но тогда это будут просто тефтельки, приготовленные на силиконе. Здесь мы можем обыграть разные варианты, дополнить, усилить. И опять-таки же самое главное преимущество непосредственно не перекладывать ничего, сервировать. Это очень удобно. И все-таки я вам хочу показать, как с помощью этой ложки можно сделать и котлетки. Чуть-чуть маслицем мы наливаем. Итак, с помощью этой ложечки, чудесной, на мой взгляд, мы можем приготовить и классические котлетки. Точно так же работаем. Нажимаем. Если прилипает, то тогда мы опускаем в водичку, смачиваем лопатку. Последнее, что мне нравится тоже с силиконом, когда мы работаем, последнее тесто. Если у нас остались какие-то остаточки, которые не влезли, мы точно так же помогаем силиконом собрать у нас практически чистая нисочка стала. И нажимаем. И точно так же можем сполоснуть водичкой, чтобы наверняка лишнюю влагу убираем, просто чтобы не прилипало. И вот у нас получаются такие милые кругляши. Итак, как вы видите, наши чечевичные котлеты готовы. Я вам показала два способа приготовления. Это у нас приготовленные в духовке. Здесь чуть меньше муки, чем у этих. Я здесь добавила чуть-чуть больше муки. И эти мы жарили на сковородке. Выбирать вам. Подавать вы можете с любым соусом, с греческим йогуртом, либо с тем, что вы любите. А я вам желаю приятного аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok